Здравствуйте. Джоуль, тот самый знаменитый Джоуль, в честь которого названы единицы энергии, в 1842 году открыл явление, которое сейчас называется магнитострикция. И очень широко используется. Мы с ним, в общем-то говоря, мы, интеллигентные люди, которые любят читать книги, они с ним сталкиваются практически очень часто, можно сказать, каждый день. Так вот, значит, магнитострикция – это вот что такое. Если вы помещаете в переменное поле некий магниточувствительный объект, ну, какая-то кристаллическая структура, металл, например, ферромагнитный, и прикладываете к нему магнитное поле. И вот в этом магнитном поле структура кристаллическая, она перестраивается. Она либо сжимается, либо, наоборот, вот так вот расправляется. Ну, понятное дело, там ориентируется по полю, значит, спины атомов, да, и поэтому, значит, немножко перестраивается кристаллическая структура. Если вы будете подавать, скажем, на вот этот вот объект, который подвержен магнитострикции, переменное магнитное поле, то он начнет вибрировать. Вот то, как гудят трансформаторы, это не магнитострикция. Трансформаторы гудят, потому что они состоят из отдельных пластин, чтобы не было в сердечнике трансформатора токов фуко, чтобы негде им было разгуляться. Он разрезан на отдельные тонкие-тонкие пластины, лакированные, чтобы между ними не было электрического контакта, и эти токи фуко там быстро гаснут, да, чтобы слишком им не разгоняться, да. И гудят только пластины, которые друг с другом, вот они соединяются. Плохо затянутый трансформатор гудит. А вот при магнитострикции вот тоже происходит свое, своего рода гудение, и гудить-то может, в зависимости от того, какую вы частоту приложили. Можно приложить гигагерцы. Ну, есть же такая сейчас длина волны электромагнитного излучения, да. Электромагнитное, значит, там есть составляющая электрическая, магнитная, без этого нет. Вот, и вот будет у вас гигагерцовый источник ультра-ультразвука, да, иногда это называют гигазвуком даже, да, или наоборот гиперзвук. Приложите несколько герц, он будет у вас так вот генерировать вот этот самый вот звук слегка-слегка. Кстати, есть и обратный магнитострикционный эффект. Его чуть попозже открыли, но тоже в 19 веке. А он заключается вот в чем. Если вы прикладываете что-нибудь такое, вот, колебания звуковые, да, то начнется генерация магнитного поля. Это используют, кстати говоря, знаете где? В, так сказать, поплавках измерителей, так сказать, жидкости. Вот плавает у вас поплавок где-нибудь в каком-нибудь, так сказать, баллоне, да, ну, с жидкостью. А вам, не открывая его, нужно измерить глубину, на которой он находится. Как быть? Поплавочек делается из материала, содержащего вставочку вот из этого вот магнитострикционного материала. Отправляете вы на этот поплавочек ультразвук. Ну, просто вот в баллон, значит, в баллоне есть генератор ультразвука. Ультразвук. И вот этот поплавочек начнет генерировать электромагнитные волны. А вот откуда исходит электромагнитная волна? С электромагнитной волной-то мы очень даже умеем работать, да? Определить расстояние до источников электромагнитных волн. Правда, задача уже очень простая. Да, и вот, значит, так вот и поймают этот поплавочек. Определят его глубину. Где находится... Это, кстати, не обязательно, даже он на поверхности плавает жидкостью. Он может быть на поверхности разделения двух средств. Скажем, вода и нефть, отстоявшаяся скважинная жидкость. Это замечательно. Ну, так вот, как сталкиваются с магнитоскрекцией интеллигентные люди, читатели книг? Значит, в магазинах современных в книге вклеилась такая длинная-длинная узенькая полосочка из прозрачной пленки, в которой что-то металлическое. А это что-то металлическое из объекта, подверженного магнитоскрекции. Если вы выносите этот объект через магнитные ворота, в них начинаются вот эти вот магнитоскрекционные колебания, и, соответственно, он искажает магнитное поле. Чтобы его размагнитить, а там еще одна полоска, которая на самом деле не размагничивает, а намагничивает в кассе, да? И вот эти магнитоскрекционные колебания прекращаются. Они прилипли к этому вот полоске, к той магнитной. Вот так. Всех благ вам, удачи, до свидания. Продолжение следует...